Так, вы видите, да, презентацию? Видна, да, презентация? Да. Все, хорошо. Ладно, тогда продолжаем. Сегодня у нас 15 занятий, ну, как бы из-за планированных, на самом деле их было больше, просто у нас там несколько занятий растянулось. Вот, сегодня я хотела пройти с вами агрегатное состояние вещества. Да, почему? Потому что в прошлый раз мы проходили количество вещества, помните, была такая формула, что маленькая n равна маленькая m, деленная на большую m, да, где маленькая n обозначала количество вещества, да, это такое, как обозначение количества молекул, да, образно говоря, да, для того, чтобы не прибегать к большим числам, да, то есть прибегли к такой системе. Скажем так, маленькая буква m обозначала массу, да, это то вещество, которое вы берете физически, скажем, в руки, да, у вас есть баночка, у вас есть ложечка, да, у вас есть предметное стеклышко, например, да, такое видели, ну, как линза, наверное, такое стеклышко выглядит. Ставите его на весы, взвешивайте вещество, получаете массу, да, там, туда вот фактическая масса, есть эта буковка m, маленькая. И дальше большая m у нас обозначала молекулярный вес. Молекулярный вес мы находили по табличке Менделеева, да, то есть мы брали каждую отдельную составную часть, скажем так, нашей молекулы, смотрели ее в таблице и, соответственно, все это складывали вместе, учитывая количество атомов, да, в молекуле, то есть для каждого атома мы смотрели индекс. Почему я хочу немножко вернуться к агрегатным состояниям, да, ну, не вернуться, мы их не проходили на самом деле. Почему я хочу сделать на это акцент? Потому что часто сталкиваюсь с тем, что ребята путают, да, они начинают там почему-то применять формулы к сыпучим веществам, те, которые, как бы, вообще-то применяются для газов, да, и наоборот, да, то есть почему-то у них вдруг, не знаю, металлы начинают обладать, ну, как бы, начинают течь, да, там, вода испаряться, тогда, когда это, как бы, не подразумевается в задаче, да. Соответственно, для того, чтобы не было этой путаницы, я надеюсь, что ее не будет, да, что вы, я хочу, чтобы вы понимали, что твердые вещества – это твердые вещества, жидкость – это жидкость, да, газ – это газ, и для них действительно применимы разные формулы, ну, очень часто, во всяком случае, в химии, да, то есть не надо путать там объем газа и объем жидкости, да, потому что там немножко все по-другому. Вот, то есть есть такое понятие, как малярный объем, и потом его тоже будем проходить, да, и бывают такие фокусы и чудеса, что почему-то малярный объем у нас вдруг применим для жидкости, хотя этого, ну, в принципе, не подразумевается, да, то есть это газ. Вот, поэтому, что касается агрегатных состояний вещества, многие из вас знают, я надеюсь, что вы все знаете, потому что, по идее, это, наверное, еще в природоведении приходят при, ну, первые там, на стартовых позициях, скажем так, да, у всех как бы в разных классах, но тем не менее, по идее, это классы 4-5, это рассказывает, что у нас есть газы, газы, у нас есть твердые вещества, у нас есть жидкости, да, вот, и эта форма называется агрегатным состоянием, да, что, собственно, происходит, да, почему у нас меняются эти агрегатные состояния, да, то есть так или иначе каждое вещество, практически каждое, да, может иметь ту или иную форму, скажем так, агрегатное состояние, в зависимости от того, в какой температуре оно находится. Самый банальный, самый типичный пример, который всегда приводит, это вода, да, потому что мы знаем, что в комнатной температуре наша вода составляет, ну, комнатная температура, я имею в виду 20-25 градусов примерно, да, это жидкость, вот, как только у нас вода кристаллизуется, мы знаем, что температура кристаллизации соответствует нулю, температура кипения воды составляет 100 градусов, да, я имею в виду градусы Цельсия, ни Кельвина, ни Фаренгейта, ни кого-то там еще, да, именно Цельсия. Вот, собственно, был у меня даже случай такой, когда у меня спрашивали, что, собственно, означает шкала на градуснике, и что значит 30 градусов, к примеру, да, вот, и на самом деле, действительно вот эта шкала на градуснике, это некая дистанция, скажем так, между состояниями воды, да, то есть принято, то есть как эталонное вещество, действительно взята вода, да, и температура кристаллизации, ну, как бы, допустим, мы не знаем какая, но мы смотрим, она закристаллизовалась, мы так бац, написали нолик, да, тут смотрим, она начала испаряться, превращается в пар, мы написали 100, и, собственно, вот все, что находится между, это и есть как бы наша шкала, вот, то есть вода здесь служит эталоном, ну, именно в случае Цельсия, да. Далее, что касается различных агрегатных состояний, да, то есть мы, то есть стандартно, да, различают именно твердое, жидкое и газообразное агрегатное состояние, есть еще плазма и другие, как бы, такие переходные агрегатные состояния, но тем не менее, если мы говорим о базовых, да, то что характерно для твердых? Для твердых характерно то, что они имеют определенную форму, да, то есть мы берем, ну, я не знаю, все, что находится рядышком с вами, по сути, имеет твердое агрегатное состояние, да, там, компьютер, да, который состоит из пластика. Пластик – это твердое вещество, которое у вас на данный момент имеет как бы определенную форму, там, ну, как бы на клавиатуре это форма, там, кнопок и основного корпуса, внутри самой клавиатуры у нас наверняка находятся какие-то микросхемы, микросхемы состоят из каких-то там, не знаю, там, других там позиторов или еще чего-нибудь, да, то есть это все либо металл, либо еще что-то, но тем не менее, у всего, у этого есть своя форма. То же самое там письменные предназвежности, ручки, да, лужка пластмассовая, пластик твердый, да, соответственно, твердое агрегатное состояние, там, что у нас еще? Бумага, да, то есть тоже она твердая, как ни крути, да, она имеет определенную форму, мы ее можем резать и менять, там, коврик для мышки, там, еще что-то, да, это все как бы вот твердая агрегатная форма. Далее, если мы говорим о жидкостях, жидкости могут менять форму, да, то есть, я не знаю, молоко утром или мама чай нам наливает на завтрак, соответственно, налили в одну кружку одна форма, налили в другую кружку другая форма, да, то есть в процессе того, как мы переливаем, вообще форма струи, скажем так, но тем не менее форма, форма может быть разной. Что касается воздуха, да, опять-таки, ну, газообразных состояний, можем взять, как пример, воздух, например, вы надуваете шарик, да, знаете, что есть шарики там в виде, не знаю, валов, в виде там зайчиков, еще чего-то такие, ну, в общем, в зависимости от того, какая, как бы, в какой форму шар мы наполняем, да, этот воздух, но так или иначе форма может меняться, соответственно, ваш вот этот, ваш газ, которым вы наполняете шар, он тоже может менять форму, мало того, если вы там прижмете, соответственно, он тоже там прижмется и будет менять форму, то есть, получается так, что некой самостоятельной формы у газообразных и жидких веществ нет, да, то есть, они ее меняют, вот, что еще характерно для агрегатных состояний, да, то есть, так, я перескочила, я надеюсь, вы видите, да, как ли ставятся слайды, потому что на предыдущем уроке не видно было, видите, ребята? Нет, не видно, не видно. Отлично, вы бы мне сказали сразу, но это вы видите, да, помимо кубика, я тогда умею, теперь видно, хорошо, вот, ну, в общем-то, все, что было написано, я примерно объяснила, чем еще характерны, как бы, эти состояния, я, а, я, наверное, потом позже, там, в слайдах объясню. Дальше, если мы меняем, скажем так, вот, вы взяли лед, да, например, поместили его в комнатную температуру, лед плавится, да, он меняет свое агрегатное состояние, это называется фазовым переходом, да, понятно, вот, если мы, например, поместили воду в кастрюлю, подключили газ, все начинает испаряться, соответственно, это тоже фазовый переход, но уже другой, да, то есть из одного агрегатного состояния переходит другой, это фазовый переход, да, то есть как бы терминология. Ой, не туда нажала. Дальше, если мы говорим о твердых телах, да, то есть то, что я сказала, сохранение объема и формы, да, то есть ничего не происходит, конечно, если мы там не пришли за бензопилой и все, не поползли, да, тем не менее, как бы это не считало, в общем-то, да, как бы, то есть объем у нас есть определенная, определенная форма, если мы там коснемся чего-то, либо что-то, что-то там произойдут какие-то незначительные колебания среды, ничего не произойдет. Вот. Чем характерно твердое состояние? Представьте, да, вещество, металл, да, как бы элементы, они находятся в достаточно тесном контакте друг к другу, друг к другу, да, то есть они, вот если мы рассматриваем именно, ну, я не знаю, под микроскопом, да, есть такие различные методы рентгеновского исследования, да, и все остальное, то есть именно, когда можно увидеть сами атомы, да, они находятся очень плотно друг к другу, вот, и здесь как бы у нас такая плотная, плотная кристаллическая решетка возникает, и мало того, они не располагаются как-то так вот хаотично, да, а именно очень структурировано, да, то есть один за другим, там, плотненько-плотненько. Это называется кристаллическая решетка, да, наверняка некоторые из вас слышали, и, в общем-то, это первая картинка, которую я на презентацию вот здесь поставила, здесь, конечно, показаны такие маленькие кубики, но если бы мы их так визуализировали, что вот они все одинаковые, ну, примерно, например, я не знаю, допустим, это кальций, да, или там, не знаю, натрий, да, кусочек металла, да, то именно в этой кристаллической решетке вот все вот эти вот частички будут вот так вот друг за другом красиво размещаться, да, то есть у них образуется кристаллическая решетка. Дальше. Если мы говорим про жидкость, да, то опять-таки жидкость, а, про сжимаемость, да, тоже, понимаете, скажем, твердое тело, там вы можете физически там руками сжимать еще что-то там, не знаю, ну, скорее руки сломайте, чем сожмете, да, понятно, что я опять-таки не говорю про пресс, да, когда там, ну, все, да, под откос, но тем не менее, да, то есть, в общем-то, металлы, например, или какие-то такие твердые тела, тоже дерево, да, то есть оно как бы в обычных условиях, если вы там применяете небольшую силу, небольшое воздействие, да, если вы не деформируете его, оно не сжимается, да, деформация не происходит, ну, то есть происходит деформация, но не сжимаемость. Вот. Что касается жидкости, она может сжиматься, да, она сжимается в зависимости, опять-таки, колебаний температуры и давления, да, но опять-таки, эта сжимаемость не такая высокая, да, то есть тоже как бы, ну, считается, что они, жидкости обладают малой сжимаемостью. Вот. Сохраняют объем, то есть если вы там, условно говоря, ну, скажем так, в качестве эксперимента в воздушный шарик налили воду, да, понятное дело, что вы можете его там давить по-всякому, там, щупать и все что угодно. Шарик будет менять форму, но объем от этого у вас не уменьшится, да, то есть у вас изменится только форма, от того, что вы там стоите и играетесь, образно говоря, да, то есть меняется форма сосуда, но не объем. Далее, если мы говорим о расстоянии частиц в жидкости, да, то они находятся, конечно же, дальше, чем в твердом веществе, да, друг от друга. Расстояние будет больше, соответственно, они будут размещены уже не структурированно, да, у нас не будет какой-то там кристаллической решетки, здесь нет, да, то есть они будут как бы свободно плавать, да, и, соответственно, расположение молекул и вообще частиц можно характеризовать как хаотичное. Далее, если мы говорим о газе, да, газ – это уже другое, газ можно сжимать, действительно, и особенно, если мы, скажем, там, снижаем температуру, ну, вы видели, например, когда вы выходите, не знаю, с какого-нибудь магазина, купили только что воздушный шарик, наполненный гелием, и он так красивенько-красивенько у вас в магазине поднимался в воздухе, все было прекрасно, вы выходите на прохладную улицу, он такой пожух, вот, то есть газ обладает сжимаемостью в зависимости от температуры, да, потом вы возвращаетесь опять в помещение, и он опять красиво взлетает в воздух, потому что вот все происходит, все прекрасно у него, вот, он согрелся, что называется, вот. Но, опять-таки, что касается формы, да, газ меняет форму, да, понятно, если бы газ не менял форму, мы бы, наверное, не могли бы кидаться снежками и всем остальным, да, как бы, отлично, наверное, отличный пример, но, тем не менее, да, как бы, вот, все-все-все прекрасно в нем двигается и летит, да, в этом, в газообразном, как бы, в газообразной среде, вот, дальше, понятное дело, что газ, опять-таки, занимает форму сосуда, да, то есть, если, ну, видели, наверное, в фильмах, что люди там, я не знаю, задыхаются в каких-то камерах и, соответственно, газ попадает туда, конечно же, он обретает форму этой камеры, надувая гелием шарик, у нас гелий обретает форму шарика, согласно заданной форме производителя, скажем так, данного шара, вот, но и, как бы, прочие примеры, наверное, их очень много можно привести, то же самое, что, например, для водолазов, да, набирая, как бы, вот этот воздух для водолазов, да, он тоже газ, его тоже наполняют в баллоны, и, соответственно, он имеет определенную форму баллона, да, далее, что касается расположения, да, то они тоже так свободно все рассеяны, и тоже находятся, ну, они находятся в хаотичном состоянии, да, то есть нет никаких решеток, ничего, да, то есть нельзя сказать, что вот кислород у нас здесь, а водород у нас тут, вот, такого нет. Дальше, как мы называем вот эти вот переходы, да, агрегатные состояния, то есть когда мы переходим, не знаю, может быть, надо, чтобы кто-то записывал, если вы не успеваете, вы мне говорите, хорошо, вот, некоторые наверняка уже все это знают, но тем не менее, для тех, кто не проходил, то есть если мы говорим о переходе из твердого состояния в жидкое, то это будет плавление, да, то есть, то есть, конечно, в обиходе мы, например, про тот же лед, говорим, что лед тает, да, но на самом деле он как бы плавится. То же самое у нас, например, ну, очень, у меня, например, был такой опыт, когда вот я работала в институте органического синтеза, здесь, в Риге, да, у нас очень часто мы определили, вот синтезировали новое вещество, и нам надо было быстренько, на вскидку определить примерную ее температуру плавления. И, собственно, что мы делали? Мы брали небольшой кусочек, кристаллик, да, этого вещества, и держали термометр, да, над теплой печкой, да, и, соответственно, смотрели, как поднимается температура на градуснике, и как ведет себя этот кристаллик. Как только он начинает превращаться в такую капельку, все, зафиксировал температуру, готово, да, но это как бы такой экспресс-метод, что называется, есть более точные методики, определения, но, тем не менее, сам процесс называется плавление, да, там плавление металлов, да, металлургия, чем она занимается, то есть они плавят металл, да, для того, чтобы его как-то поделить на фазу, ну, руду, да, они плавят, делят на фазы, и все остальное, выплавляют необходимые им компоненты. Далее, переход из жидкого состояния в твердое, это кристаллизация, то есть наоборот, да, что у нас в качестве кристаллизации, ну, это опять-таки, скажем, воду, или мы захотели сделать родителям приятное, все яблоки перевели на сок, сок поставили в морозильник, да, у нас такое вот мороженое сока сегодня будет, пожалуйста, у вас происходит процесс кристаллизации, да, это так называется, скажем так, с точки зрения химии, с точки зрения физики, кристаллизация. Далее, если мы говорим о переходе из газообразного состояния в жидкое, это называется конденсация, да, то есть, я знаю, да, наверняка вы видели, я не знаю, в какой-нибудь, например, бане или еще где-нибудь, да, когда сперва вы получаете пар, да, все там, подкидываете, 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 и в определенный момент, если, например, кафельная стена начинает скатываться кафель, капелька, или в ванной, да, это происходит конденсация, да, то есть, вы вроде, вроде у вас там все, все не так высоко летит, да, как бы вы, то есть, не брызгаете особо из крана, но тем не менее, почему-то по кафельности стенки у вас катятся капельки, то есть, происходит конденсация. Или, например, кстати, очень любят в различных задачах по химии, по физике задавать вопрос, почему потеют окна, во время работы газовой горелки на кухне? Вот, ваш правильный ответ, это тоже конденсация, потому что при сгорании пропана бутана, как формируется задача, то есть, при сгорании пропана бутана, один из продуктов реакции, это вода, да, вода у нас переходит в состояние пара, этот пар оседает на холодное окно, охлаждается и скатывается капелькой. Далее, если мы говорим переход из жидкого в состояние в газообразное, да, это парообразование, ну, понятно, да, кипятим там чайник, посмотрели, там все засвистело, побежали, пар пошел, отлично, вот. Дальше, сублимация, да, это из твердого состояния в газообразное, да, это когда не происходит вообще перехода в жидкую, такие ситуации тоже бывают, очень часто, например, упоминаю ситуации сушки белья, да, когда у вас там все, все было там, я не знаю, наоборот было, из газообразного в твердое, из твердого в газообразное, да, ну, когда вот, например, зима, да, и якобы, что у нас бывают какие-то там газообразные фазы, тут все затвердело моментально, якобы произошла сублимация, вот. Так, задачи, задачи носят чисто физический характер, почему чисто физический, потому что их любят больше на уроках физики, нежели на уроках химии, на химии, я думаю, что вы таких задач не встретите, вот, но тем не менее не имеют места быть, и действительно есть учителя, которые так или иначе все-таки, ну, берут достаточно, ну, программу как-то берут шире, да, чем, чем предполагается, да, поэтому есть задачи, например, на нагревании и на охлаждении, где используются формулы, да, там, где Q, это количество теплоты, C, это удельная теплоемкость вещества, M, это масса, T, конечная, T, начальная, это температура, которая была в конце, которая была в начале, если вы посмотрите на нагревание и на охлаждение, то на самом деле у нас вот эта разница, да, ну, температура, да, одна минус другая, они меняются местами, да, то есть при нагревании что у нас происходит, то есть нам важно получить положительный результат, то есть я имею в виду со знаком плюс, да, поэтому, собственно, и меняются вот эти вот моменты, то есть для нагревания получается так, что мы идем от, скажем, от нуля грабусов до шести что-то нагреваем, да, тогда 60 минус 0 будет вот эта вот разница, 60, она будет положительной, и количество теплоты, используемое для нагревания, оно будет как бы положительным числом, чисто математики, вот, при охлаждении наоборот, да, у нас была какая-то там начальная масса, температура, например, 60, вот, потом ушли, ушло в ноль, мы меняем местами, да, тем не менее количество теплоты, опять превращается, у нас будет положительным числом, для тех, кто учится, может быть, в старших классах, запишите, да, малышам, я не знаю, может быть, и нет смысла на данный момент, потому что, мне кажется, вам до этого еще далеко, вот, но потом презентацию можно будет распечатать, и когда возникнет острая необходимость, может быть, вы вспомните о том, что у вас была такая тема, вот, если мы говорим на практике, то, а, мне кажется, у меня даже есть практическая задача, возможно, нет, плавление, кристаллизация, плавление, кристаллизация, просто смотрим, у нас здесь не участвует наша температура, да, у нас есть удельная теплота, так называемая, сейчас я посмотрю, задачи на парообразование, конденсацию, то же самое, сейчас, а, вот, да, например, то есть рассчитайте количество теплоты, необходимое для нагрева 15 килограммов меди на 80%, ой, все, извините, градусов, так, кто-то уже сегодня заговаривается, вот, что у нас, собственно, дано, у нас дано, дано, у нас дана масса, которая равна 15 килограммам, вот, у нас дана, изначально, да, согласно формуле, смотрите, C, да, удельная теплоемкость вещества, вот она, C, да, то есть это согласно, есть различные таблицы в различных ущельниках, где можно найти все эти данные, согласно, он как бы данным литературным источником, да, мы просто находим эту величину для медиа, вот оно равно 400 килограммов на градусов, деленное на джор, дальше, температура 80 градусов Цельсия, вопрос, количество теплоты, у нас нет в данной конкретной ситуации данных, какая была изначальная температура, какая была конечная, да, но нам заранее уже известно, что это разница, поэтому мы можем не использовать ту формулу, которая нам дана изначально, да, а вместо, то есть Т2 минус Т1, это уже и есть вот эта дельта, да, то есть это, опять-таки, малышам, наверное, тяжело, вот, да, но разница между температурой, то есть, ладно, для малышей, например, у нас температура была 20 градусов, потом мы нагрели медь до 100 градусов, до 100 минус 20, получилось 80, у нас эти температуры не написаны, у нас здесь просто 80, соответственно, мы ее подставляем 80, подставляем под формулу, получаем такой результат, результат мы можем получить с помощью калькулятора, да, то есть ничего как бы такого, малыши, наверное, у нас в голове еще считают, поэтому смотрим, да, просто глазками, вот, для тех, кто постарше, я надеюсь, понимаете принцип, но это больше физика, это действительно больше физика, в химии таких задач практически нет, вот, так вот, если мы вернемся к химии, да, как я говорила, что важно, да, важно понимать, что раствор это жидкость, потому что, я не знаю почему, но, действительно, иногда приходится объяснять даже такие вещи, что, ну, значит, вот, как я говорила, да, применяются формулы, которые в данной конкретной ситуации вообще не применимы к тому, что мы имеем, да, то есть, газ это не жидкость, жидкость это не газ, да, то есть, нам не подходит, например, для жидкости, как я сказала, малярный объем, да, то есть, нет, вот, эту формулу я дам позже, наверное, на следующем занятии мы это пройдем, либо через несколько занятий, да, в любом случае это будет, да, но, я не знаю, объясняю, да, то есть, запоминаю. Далее, если мы говорим про раствор, если вы видите, например, смесь песка и воды, да, то это не совсем раствор, да, то есть, как бы не тот раствор, который мы будем с вами рассматривать, в том плане, что мы не будем рассчитывать для него концентрацию, скажем, малярную концентрацию, почему? Потому что песок не диссоциирует в воде целиком, не растворяется, и, соответственно, у нас даже в зависимости от того, как мы растрясли вообще этот образец, у нас может меняться содержание песка в одной порции, в другой порции, в третьей порции, это не совсем то, да, то есть, если мы говорим про малярную концентрацию, то нам надо понимать, что наше вещество, которое мы определяем в растворе, оно растворилось полностью, да, то есть, у нас там не плавают никакие-то частички, ничего, да, и, соответственно, мы эти частички не видим ни в коем образом, да, у нас просто там мы видим либо красивую бесцветную жидкость, либо какую-нибудь голубую жидкость, либо зеленоватую, либо розоватую, но сам факт, что у нас там, да, растворено, жидкость имеет цвет, но что там плавает, мы не видим, да, то есть, как бы мы не смотрим, О, хром поплыл. Нет, такого нет. И далее есть прорассеивание лучей света. Я забыла, как называется этот эффект. По-моему, эффект Индаля. Это когда, например, есть различия между настоящими растворами и ненастоящими растворами. И на примере крахмала показывают, например, стоит мерный цилиндр. Мерный цилиндр набирает обыкновенную жидкость. Пропускают, например, фонариком посветили. Смотрим, фонарик как светил, так и прошел насквозь. Вот этот луч, он прошел насквозь. А если мы говорим про этот эффект Индаля, например, в случае крахмала, то у нас образуется такой треугольничек, то есть свет рассеивается. Мало того, что имеется в виду о стабильности, опять-таки, то, что я говорила с тем же песком. Песок сел и как бы все. Ходи, тряси заново. Здесь нет раствора. Он действительно у нас, если мы растворили, например, натрия хлорид, то у нас этих натрия хлора, что на макушке раствора, что на дне одинаково. То есть оно хаотично все распределено по всему объему. Далее. Фильтрацией мы отделить это не можем. Или механически. Почему? Ну, потому что оно все растворено. То есть представьте, вы дома сидели, сидели, думали, думали, решили попить чайку. Вот. Ну, что вы делаете? Вы можете заваривать чай из пакетика, например, добавлять туда сахар. Ну, как вы думаете, если вы сейчас возьмете, там, я не знаю, сложите фильтр из бумаги, у вас сахар как был в растворе, так и останется, да, потому что сахар растворился полностью. То есть это самый настоящий раствор. Соответственно, фильтрация здесь бесполезна. Вы фильтруете на максимум чайки, которые выпили из пакетика, да, но не более того. Вот. Если мы говорим, например, о наших этих неправильных растворах, назовем их условно, да, то есть там, где у нас, например, песок с водой смешан, да, понятно, что вы там взболтали хорошенечко, ну, скажем так, налили в свою воронку с фильтриком, и у вас на фильтре останется песок, внизу останется жидкость. Все. Тут как бы все прекрасно и все понятно. Вот. Состоит из одной фазы. Значит так, фазы. Как сказать, есть, бывает несколько фаз, да, то есть, бывает, например, жидкости. Возможно, вы видели в каких-то косметических каких-то магазинах, да, такое. Например, сейчас очень модно всякие-всякие типа мицеллярные водички, еще что-то, многофазные компоненты, да, 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 да. И вот у нас идет одна, один слой жидкости, другой слой жидкости. Как правило, это какая-то масса, что-то как бы на основе масла и что-то на основе воды, да, то есть почему это как бы интересно имеет место быть в плане косметологии, потому что когда вы все это сбалтываете, у вас как бы на кожу попадают и те вещества, которые прекрасно растворяются в масле, и те вещества, которые прекрасно растворяются в воде. И считается, что кожа, та, которая увядает и чахнет, она возьмет свое, да, как бы расчет на это. Но сам факт, что, да, как вы видите чисто глазами, до того, как вы взболтали, да, и все испортили, две фазы, да, то есть одна, вторая. Вот. Или, например, вот, ну, я не знаю, суп варите, да, там мама сварила суп, вы смотрите. Часто бывает так, что если мама там, например, положила в бочку отличную такую жирненькую косточку, то на что у нас маслица, маленькие капельки маслица плавают на поверхности супа. Две фазы, да, то есть маслица плавает, как бы вся жидкость на дне, ну, ниже, скажем так, да. То же самое, я не знаю, пятна нефти, да, в качестве, ну, вот экологическая катастрофа, да, когда где-то проливается нефть, вот у нас там не так давно была проблема в Карибском море, да, там в том регионе, когда прорвало трубу, да, в океане, да, соответственно, это нефть постоянно попадала на поверхность воды, и тоже было несколько, ну, то есть она тоже поделилась на фазы, то есть, по сути, это не раствор, да, нефть наверху, вода внизу, и, соответственно, вот эта вот плёнка, она не даёт невозможности не дышать подводным организмом, да, то есть, которым всё так или иначе нужны свет и воздух, всё остальное без этого никак, вот, поэтому, как бы, опасно, вот, далее, если мы говорим о растворимости, да, про растворимость я вам рассказываю, была у нас табличка растворимости, где я показывала несколько раз, да, то есть там, то есть у нас катионы шли наверху, а неоны шли вертикально, да, и, соответственно, можно было посмотреть, и если мы, например, посмотрим в этой табличке, ну, какой-нибудь там бариосульфат, да, то есть мы с вами несколько раз говорили о том, что он нерастворим, да, или малорастворим, соответственно, ну, бариосульфат, ну, что вы его там насыпали в воду, но он как был там белыми хлопьями, так и остался, вот, если вы будете, если мы говорим о натриях, хлориде, например, соли, да, она растворится целиком, всё будет прекрасно, соответственно, мы получим самый настоящий раствор, да, то есть который обладает всеми вот этими вышеупомянутыми свойствами раствора. Далее, о температуре, да, чем выше температура растворителя, тем больше твердого вещества он может растворить. Ну, опять-таки, если мы посмотрим в домашних условиях, берём стакан горячей воды, стакан холодной воды и смотрим, да, то есть там две ложки сахара в один стакан, две ложки сахара в другом. Понятно, что в горячей воде сахар растворится быстрее. Объяснений этому много, считается, что при повышении температуры, например, увеличивается хаотичность движения частиц, и, соответственно, увеличивается количество так называемых активных столкновений. То есть теории много, да, почему так происходит, но как бы факт остаётся факт, но действительно происходит именно так. И если вам надо получить быстро и качественно, то, соответственно, да, повышайте температуру. Не забудьте охладить, если у вас в описании методики написано, что только холодное. Да, дальше, приготовление растворов. Тут я, ага, значит, здесь я хотела вам рассказать про различные методики, наверное, расчёта концентрации, да, то есть потому что тоже очень многие путают, не понимают, да. Если у нас, согласно нашей методике, дано всё в граммах, например, вот у нас граммы воды, граммы там вещества, граммы того, граммы сего, мы всё это измеряем, мы всё это рассчитываем как массовую долю, да. Мало того, расчёт массовой доли применим совершенно к любой, к совершенно любому агрегатному состоянию, да. То есть если вам, например, говорят, что учёный опытным путём определил, что в неком как бы образце воздуха с какой-то там, например, пещеры, допустим, да, он обнаружил, что там, например, на 100 граммов этого воздуха у нас приходится 2 грамма кислорода, соответственно, мы 2 делим на 100, умножаем на 100%, получаем 2%. То есть у нас 2% кислорода содержится в этом воздухе. И мы понимаем, что он, в общем-то, для дыхания не очень-то пригоден, да, мало. Вот. Практическая жизнь, мама решила приготовить чебуреки, да. Вот. Почему такая простая как бы аналогия? Ну, для того, чтобы действительно как бы рисовалась картинка, наверное, того, что мы делаем. И вот представьте, то есть мама действительно берёт там ложечку, берёт нашу солонку, да, из солонки насыпает соль, добавляет водичку. Всё. Мама, допустим, есть кухонные весы, она настолько чётко преследует правилам, что ни больше, ни меньше. Хочу именно так. Молодец. Вот. И, соответственно, ну, как мы делаем тесто? Очень часто, да, которое на водной основе. Мы берём там кружечку воды, добавляем соли, потом мы добавляем там яйца, муку, всё это перемешиваем замечательно, поставили в холодильник, в пакетик, потом вернули, потом всё слепили, потом пожарили. Ну вот, образно говоря, да. Соответственно, в основе у нас лежит, например, солевой раствор. Хорошо. Допустим, теперь мы по какой-то причине решили поэкспериментировать и посчитать, что мы будем делать. То есть понятно, что концентрация раствора у нас даже не совсем правильное определение в данной конкретной ситуации, потому что, как я говорила, если у нас есть граммы, мы берём именно массовую долю. Ой, опять. Не туда, троплюсь. Так. То есть получается, что у нас масса раствора. То есть, представляете, мама взяла 30 граммов соли, 270 граммов воды. Соответственно, общая сумма у нас 30 плюс 270 будет 300. Это общая масса раствора. Потому что не может быть такого, что человек насыпал, например, соль, потом долил воды, но почему-то у нас каким-то чудом соль в общей массе не учитывается. То есть мы этого не забываем ни в коем случае. То есть всё вместе, да. Это раствор вместе. Мы всё растворили. У нас есть общая масса. Не выпадает ничего из нашей логической цепочки. Идём дальше. Так. А, здесь должно было так красиво появляться. Ну ладно. Хорошо. Получается так, что массовая доля у нас рассчитывается по формуле, которая указана выше. То есть есть, как бы обозначается это символом омега, греческая буква. И это масса вещества, делённая на массу раствора. Умножается всё это на 100%. Как я говорила, масса вещества – это соль. То есть мы не растворяем воду в соли, мы растворяем соль в воде. Поэтому мы не путаем. Мы не 270 делим на всё, а именно на 30. Потому что так поставлена задача. Задачи читаем внимательно. Дальше. Значит, 30 мы делим на 300. Потому что 300 – это общая масса всего раствора, как я уже говорила. Мы умножаем на 100, получаем 10%. Для малышей, которые не знают, не проходили проценты, то есть можно просто умножить на калькуляторе. 30 умножить на 100, поделить на 300. Получится 10%. Вот. Ответ правильно какой? Моя мама тоже химик. Вот. Таким образом. У меня презентация на этом закончилась, потому что вы сегодня молчите все вообще на всех занятиях. Ладно. На самом деле, можем взять ещё несколько примеров совершенно запросто. И попробовать их ещё порешать. Вот. Например, любой другой пример именно на вес. Можем взять, например, сплав. Сплав металла. У нас, например, в неком сплаве металла... Хорошо. С другой стороны, начну с задачей. Учёный взял кусочек какой-то руды. Он определил, что масса этого кусочка составляет 150 грамм. Мне не нравится эта цифра, потому что она на тройку делится. Ну ладно, пускай будет. 150 грамм. Дальше. Он провёл некие манипуляции, да, то есть, там, помучил, погрел ещё что-то и смотрит. Вот у него там есть... То есть, при определённой температуре он раскрошил это всё, да, понятно, чтобы всё было лучше, чтобы всё происходило веселее. Вот. И, соответственно, опытным путём он выделил, например, 30 граммов, ну, допустим, железа, да, допустим. Соответственно, наша задача состоит в чём? Определить, какая массовая доля железа у нас в данном сплаве. Что мы с вами делаем? Мы поступаем по аналогии, как было здесь. Так, оно ещё и не копируется вообще. Ладно, какой-то это заговор, я поняла. Нет, я не так хотела. Я не знаю, почему у меня тут ничего не получается сегодня. Ну вот, что-то пошло не так. Так. Значит, здесь мы применяем опять, мы пишем омега, да, наш символ, обозначающий массовую долю. Теперь мы смотрим количество вещества. Да, это было 30 граммов. Мы соотносим их к общему весу всей нашей руды, да, которую мы сейчас впустили на опыты. Ну, нажимаем это всё на 100%. Что у нас получается? 1,5, это 0,2, это... Короче, 20%, мне кажется, но я сейчас, посчитая на калькуляторе, вдруг я ошибаюсь. Да, 20%. Вот у нас получилось 20%. То есть, на самом деле, 20% железа у нас содержится в данной руде. Да. У нас может задача стоять как бы более масштабно и фундаментально. Сколько, собственно, мы чего-то там негодного получили, да. То есть, ну, то, что нам вообще не надо было в составе этой руды. Мы хотели добыть железо. Остальное – это мусор, да. То есть, ну, сколько, собственно, процентов у нас мусора? Определяем. Либо 100% минус 20%, да, это наш мусор, 80%. Либо мы можем зайти с другого конца и сделать так. 150 минус 30. У нас получается 120 грамм, да. Это мусор, да, тот, который нам не нужен. Но, тем не менее, задача же стояла высчитать. Вот мы считаем. Мы же как бы следуем инструкциям. Вот. Дальше мы используем, опять-таки, эту формулу омега. Омега у нас равно чему? 127, потому что 120 – это именно то, что мы вычисляем на данный момент. 120 грамм мы делим на 150 грамм. Умножаем на 100%. И прям невероятно, но мы тоже получаем 80%. Согласно тому, что пишет калькулятор. Вот. Таким образом. Может быть, у вас есть у кого-то какие-то вопросы? То есть такая тишина, что мне все время кажется, что меня выкинуло из системы. Нет, нет никаких вопросов. То есть про массовую долю понятно, да? Да, хорошо. Ладно. Еще, может быть, пример какой-то взять быстренько, пока у нас тут есть еще. Пять минуточек у нас точно есть. Давайте. У нас есть 12. Наверное, закончим пораньше, чтобы успеть, чтобы там других разогрели. Вот. Если, конечно, там есть новый какой-то дополнительный урок. Так, хорошо. Мы можем посмотреть, например, по поводу газов. Например, у нас массовая доля. Хорошо. Допустим, у нас в какой-то там баллон закачали 20 килограммов газа. Да? 20 килограммов. Общий вес. Я не буду писать это сам, потому что у меня здесь, во-первых, очень туго с русским языком, а во-вторых, ну да, хороше говоря, времени не хватит. 20 килограммов газа. И мы, например, знаем, что в составе этого газа у нас находится 0,2 килограмма аргона. Например, да, аргон – это благородный газ, 8-ая агруппа, степень окисления 0, да, помним, да. Так, теперь, ну и как бы задача состоит в чем? Вычислить, какая массовая доля аргона в данном, как бы, в данной смеси, да. Кстати, ребята, опять, если мы смотрим с вами, как бы, в контексте жидкости, да, то это будет раствор. Если мы говорим про сплавы металлов и про газы, это будут смеси, да, не путайте. Но формула массовой доли уместна и для первого, и для второго, и для третьего случая, да. Концентрации мы потом будем проходить, они будут только для жидкостей, да. Понятно, я надеюсь, это понятно. Это вот реально пытаюсь как-то так сделать, чтобы у вас не было путаницы. Потому что у меня действительно есть такие, которые прям, ну, да, такие формулы подставляют, что у меня глаза выпучиваются, и я сама не знала, что они у меня такие большие. Вот. Короче говоря, решаем. Значит так, 0,2 кг. Теперь, что нам важно, да, важно в каждой химической задаче, физической, и вообще в любой задаче математической, что бы вы ни решали, посмотреть, чтобы у вас были одинаковые единицы измерения. Если бы вам, например, написали 200 граммов, вы должны понимать, что у вас это 0,2 кг, да, обязательно, да, килограммы и граммы мы не путаем. Если бы у меня там было, например, 2 тонны и 200 грамм, да, тонны переводите в килограммы, граммы в килограммы, так, чтобы у вас было хотя бы как-то вот все это соизмеримо и сопоставимо, да, потому что действительно можно запутаться ужасно. Ну, здесь у нас как бы, я постаралась, что называется, не самый удачный пример, наверное, привела, но тем не менее, да, то есть здесь килограмм и килограмм, здесь все в порядке, мы не мучаемся, ничего никуда не переводим, вот. Так, сейчас, так, где у меня умножение, сейчас найдем. Так, умножаем на 100%, да, то есть все как бы по нашей схеме. Соответственно, делим 0,2 делить на 20, все замечательно. Главное, запятыми не перепутать, вообще 1%, да, то есть на калькуляторе мы решаем смело, на химии, мне кажется, обычно учителя разрешают использовать калькулятор. Вот, то есть в данной конкретной газовой смеси у нас содержится 1% аргона, да. Да, это понятно? Надеюсь, понятно. Так. Растворы, ребята, как выглядят растворы? Тут, ну, как бы, спасибо за внимание, левую сторону не смотрим, смотрим правую, то есть левую сейчас совсем через 2 минуты будем смотреть. Значит, так, с правой стороны мы видим, да, что у нас как бы ничего видимого, никаких частиц, ничего как бы, вот, невооруженным глазом как бы не плавает, да, пипетка не в счет, да, если что. Вот, соответственно, это самый настоящий раствор. Раствор может быть разного цвета, где-то желтый, где-то, ну, здесь, скорее всего, подразумевался бесцветный, коричневый, зеленый, синий, да, то есть они все разных цветов, но они настоящие растворы, это вот такие, которые мы смотрим, то есть ничто не выпадает в осадок, да, нет нескольких фаз, нет расслоения, да, то есть вот эта вот полосочка, это не считать, это оптический обман из-за донышка колбы, да, если что. То есть как бы здесь все как бы нормально, вот именно такие растворы подразумевают здесь сегодня, когда я пыталась объяснить, что такое раствор. Вот, ну, теперь уже точно спасибо за внимание, вы сегодня прям очень тихие. Все, спасибо большое. Я в презентацию вышлю тогда, да, чуть попозже. Все, всего доброго, ата-та-та-та, да? До свидания, до свидания. До свидания. До свидания, спасибо за урок. До свидания. Да. До свидания. До свидания. До свидания.